МАКС-2019 МАКС-2019 17% мирового внутреннего валового продукта в области гражданского самолёта стране приходится на Германию. Со слов немецких специалистов, высокий вклад в такую статистику вносят не мастодонты отрасли, а именно компании среднего и малого бизнеса. В Германии почти все они работают под эгидой Федерального союза немецкой авиационной и космической индустрии. Я пользуюсь случаем подчеркнуть возможность сотрудничества между немецкими и российскими компаниями в сфере гражданского самолётостроения. И, конечно же, желаю вам приступить к такому сотрудничеству. Хочу сказать, что иногда трудно даже представить себе и поверить, на какие технологические достижения способны, казалось бы, небольшие компании. Желание к сотрудничеству обусловлено, прежде всего, инвестиционной привлекательностью региона. Однако зарубежные гости отметили не только благоприятный финансовый климат, но и движение транспорта в городе. В отличие от Москвы, таких пробок в городе нет, что, как оказалось, является плюсом для немецких предпринимателей. После того, как мы четыре дня провели в Москве и имели возможность познакомиться с московскими пробками, сегодня, когда мы ехали из аэропорта в центр вашего города, мы имели возможность увидеть те преимущества, часть тех преимуществ, которые имеет ваш город, как регион для инвестиций, и оценить их. Председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин, который присутствовал на встрече, в свою очередь презентовал успех регионам в гражданском авиастроении. Большое количество предприятий задействовано в кооперационных связях крупнейших авиационных проектов нашей страны, таких как «Сухой Суперджет» и «МС-21». Более 40% комплектующих, которые задействованы в производстве новейшего лайнера Российской Федерации «МС-21», который был продемонстрирован буквально несколько дней назад на авиасалоне «Макс», производится именно предприятиями Ульяновской области. После круглого стола все его участники могли установить между собой прямые контакты и пообщаться в более неформальной обстановке в формате B2B-встреч. Рината Леулова, Руслан Баталов, Новости Управды ТВ.